Так, это подкаст фестиваля 8-бит. Главная его тема человек и технологии, точнее человек и генеративные нейросети. И поскольку нейро это самая модная хайповая такая приставка последних полутора лет, то, наверное, мы можем тоже из соображений какого-то микро-хайпа назвать разговор нейрокастом. Ну а теперь к делу. Этот наш разговор озаглавлен как нейроискусство, как ИИ меняет наше представление о прекрасном. И поговорим мы об этом с Сашей Пучковой. Это куратор Яндекс.Музея. Я, кстати, не знал, что в музее есть куратор. Теперь есть, да. В Яндексе, по крайней мере. Художница. Опять же, еще раз куратор. Видимо, это из другого музея какого-то. Это свободный куратор. Свободный куратор. И исследователь. Вот это важно. И с Тимом Ержомбиком. Нелегкая фамилия. Я преодолел трудности. Художник, дизайнер, преподаватель, который не просто экспериментировал с нейроискусством, но даже влип в историю, что называется. Я так понимаю, что не в одну, но по-разному, да. Ну и давайте начнем от печки. Когда вы вообще столкнулись с нейросетями, которые умеют рисовать? Я вот помню, что первый хайп, первая шумиха была в 21-м году, когда анонсировали сеть Дали. Да? Раньше? Позже? С чем? Было дело. Но я, кстати, проигнорировала этот момент. Может быть, Тим, кстати, пользовался. Я, да. Я в Телеграме был бот и долго игрался. И поставил эксперимент. Я решил попробовать проиллюстрировать Алису в стране чудес. Типа, как бы, вот этот вот разговор о том, что отнимут работу. Вот я... Получилась страшная крепота, но было очень весело. Ну, то есть, получилось что-то. Ну... Потому что демо было восхитительное. Там, если я правильно помню, там было сделай... Приложение найти людей нет, пользователь... Еще одна нейросеть слишком умная. Приложение было... Вернее, в демо было такой промт. Сделай кресло и авокадо одновременно. И это было очень клево. Авокадо кресло. А Алису нет. И ты понял, что работу не отберут? Или что? Нет, я поигрался и забыл. Был много других забот. Ну, просто шум был довольно большой. И большая часть людей не в вашей профессии. Я не уверен, прокураторов, но художники точно. Скорее были на стороже. Потому что ты долго оттачивал какие-то скиллы. Скиллы, и тут вот эта железка рисует. Или я неправильно излагаю? Ну, мне кажется, в целом есть история про то, что... Есть более прикладные штуки. Действительно, там, не знаю, нарисовать что-то с натуры. Или очень понятные какие-то истории, что там, не знаю, нарисовать какие-то персонажи. И вот у них, наверное, нейросеть отняла работу точно. Непонятно, кто покупал эти картины, но вот как бы окей, все время... Да, я долго не приближался к нейросетям, потому что, ну окей, ну вот там вот... Нарисовали тетку, еще одну тетку, еще одну тетку. Они стали быстрее рисовать. То есть пин-ап теперь, я правильно понимаю, что пин-ап это, так скажем, отдельное направление. Туда лучше не идти. Если умеешь красиво рисовать девочек, рисуй какие-нибудь комиксы с ними, чтобы они что-то делали. Ну, наверное, да. Так. Ну, мне в целом это неинтересно. Вот. Ну, наверное, как бы вот прям заинтересовался первый раз. Я когда увидел какую-то генерацию Миджорни, когда совместили Виас Андерсона и Звездные войны, и там как бы вот она начала вот это вот... Очень клевые были карты. Да, да, да. Весь мой звук был. В этом что-то есть, да. В этом. Так, Саша? Ну, я, мне кажется, тоже заинтересовалась Миджорни. Вот. Но мне почему-то были интересны псевдо-3D. То есть сейчас уже нейросети спокойно генерят 3D-объекты. Тогда еще не генерили. Тоже, в общем-то, была Миджорни в основном сначала, потом Стейбл Диффьюжн. Вот. Я думала, боже, я хочу генерить шрифты. Вот. Какие-то безумные. Шрифты. Хромированные какие-нибудь 3D-объекты. Так интересно. Вот. А потом уже как-то прокачалась. Начала смотреть, как можно делать, например, изображения в духе, например, Magnum Photo. Это, да, вот агентство фотографий, самое известное в мире. Так оно уже не работает, потому что профессия фотографа профессионального тоже почти померла. Особенно большого такого. Оно как и имя осталось. Да, как и имя осталось. Помните, была великая эпоха фотографов, оттуда Magnum. Помните, была великая эпоха художников, оттуда что? Тим Ержобик и Саша Пучков. А потом одни не еразить, нет? Нет. Не, ну как, мне кажется, как бы для реального человека сфотографировать все равно фотограф нужен. Да. А всякие фотобанковые темы, нагенерить просто людей, это как бы пожалуйста. Это прямо бизнес. Это прямо бизнес. У нас выяснилось, что для бизнеса вот эти вот съемки, фотобанк набить по своим целям, раз в 10 дороже, чем сгенерировать и потом фотошопики или где-то там подритушить. Не, ну я с этим я прямо столкнулся. Мы вот работали в Яндекс.Практикуме и там надо было каждый день много-много делать баннеров вместе с дизайнерами. Вот. И там как бы, ну они сделали специальную фотосъемку, ну как бы там определенный характер людей. Важно было показать, что это люди там работают из дома, да, что это как бы не бездушные фотобанковые, а как бы какие-то вот, ну с определенной интонацией. И нам ужасно не хватало, как бы типа, ну хорошо, но есть у нас эти 20 фотографий, но как бы и они, мы ждали там пока новую съемку привезут. Ну как бы сейчас бы взял, загрузил, можно там пусть он улыбается, нос побольше, там все что угодно можно с ними делать. То есть для каких-то прикладных целей норма. Ну а как за свою профессию? Вы беспокойтесь или нет? Вы пробовали? Чего у тебя получилось с твоими этими блестящими, летающими шлифтами? У меня вполне, да, получилось. Особенно в стейбл диффьюжене вообще прекрасно. Ты можешь, если ты дизайнер, тебе нужно там не ставить. А почему? А чем отличается одно от другого? Ну мне миджорни, скажем так, у стейбл диффьюжена, как по мне, гораздо больше функционал. Можно его настраивать. С миджорни все-таки есть какие-то свои берега. И я там занимаюсь установленным блендингом, если честно. Мне так гораздо проще. Блендинг — это когда берешь, например, два или несколько изображений, разные стилистики, и нерусет тебе генерит что-то совсем другое, но на основе как будто бы этих изображений. А генерит — это ваш художественный сленг, да? Не генерит, а именно генерит. Так художники говорят аккуратно. Я говорю генерит. Вот, я, видимо, неправильно ставлю дарить. Не договорились даже. Ну окей. Да, все супер получилось. И вот Тим говорит про то, что не хватало каких-то прикладных тогда еще, когда не было, ну, прокачанных достаточно нейросетей моментов. Я тоже использую это в прикладных моментах, когда мне нужно подобрать референсы к выставке, да, показать, например, что это может быть. Это очень удобно. Ты просто описываешь то, как это может быть, да, какую-то инсталляцию, да, или локацию и так далее. Что такое референс? На русский язык можно попробовать перевести? Это образец. То есть то, как тебе нравится. Того, как будет выглядеть зал выставочный. Да, например, да. Вот, и ты можешь спокойно сгенерировать. А здесь у нас будет зеленая блямба. Я тебе нарисую. Здесь будет, да, какой-нибудь огромный паук. А вот здесь будет, например, витрина. А здесь будут, например, невероятные прекрасные переливающиеся экраны. Вот, все это генерируешь. Это, конечно, не так круто выглядит, как классные 3D-рендеры. Зато дешевле и в 100 раз. Да, тебе на этапе согласования это гораздо быстрее сделать. Потом ты обсуждаешь это с человеком, да, с командой, и вы уже на почве выработанных решений, да, можете дальше работать. То есть это просто ускоряет процессы. Мне кажется, сейчас такое время, что ты к нейросети можешь применить очень много где, но надо вовремя вспомнить, что ты можешь к ней обратиться. И надо еще в какой-то момент потратить много времени на то, чтобы узнать, что сейчас про все есть какие-то нейросетевые инструменты. Вот, я просто как бы думаю, ага, сейчас, каждую надо потестить, как она работает, свои какие-то эти штуки. Ребята, вы принесли презу. Покажите, что там. Это ваши как раз попытки или что? Да, ну, собственно, я не работал ни с Меджор, ни с Stable Diffusion. Ко мне пришли сами разработчики сети под названием Exactly. Это базируются они в Лондоне, а так это, в общем, русские люди в основном. Которые бывшие сотрудники Яндекса в том числе. У них была идея, стартап, что художники загружают свою картинку. То есть, как бы это на самом деле тот же Stable Diffusion, но как бы интерфейс для него какой-то, с какими-то настройками, я уж не знаю. Приходишь со своей картинкой и загружаешь пять работ, и он типа лавливает твою стилистику и рисует в ней. Ко мне, как к художнику, как бы обратились потестить. Вот, я немножко поделал в этом жанре. Кто тут автор-то? Слева моя картинка, справа генерация. То есть, типа, я нарисовал мужика, сделай мне такого котика? Да, да, да. Вот, и это вроде было прикольно, но я подумал вообще, зачем мне это нужно, да, то есть, как бы, не знаю, весь кайф, как бы, что ты каждую деталь придумываешь, там, думаешь, здесь я сделаю штрих, здесь, там, вот этот, как бы, ну, довольно странно. Если тебе надо очень много нарисовать, там, каких-то вещей. Слушай, а вот давай я спрошу, сколько ты рисовал мужика? Минут десять. А генерился кот? Секунду. Ну вот, можно кота безвалить. Нажимаешь на кнопку, там уже четыре варианта кота будет. Вот, но как-то мне стало скучновато, потом я загрузил какую-то более сложную свою картинку и сделал уже более сложный промпт, я сказал, что это музейный интерьер, экспонаты, какие-то посетители, и это оказалось, что на основе моих, это не очень похоже на мои картинки, но это уже как бы вдохновленно, и, как бы, это просто самосбродная какая-то вещь, вот, это потом тоже выставляли в Европе. А это все еще и выставлялось? Да, да, да. Удивительная вещь, современный искусственный. Да. Как бы я никого не хочу обидеть, но окей. Да, да, супер все это какое-то непонятное, авангардное, у нас впечатление получил. Вот, ну, и я начал, как бы, разные, какие-то... Эксперименты. Разные эксперименты, вот, тут вот наглядно можно показать несколько этапов. Первая картинка — это человечек. Я его нарисовал, думал, как бы, типа, с ним сделать... Человек-курень. Да, 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 какой-то из кубиков, вот, попробовал нейросеть, значит, получались иногда вот такие вот безумные штуки, вот, тоже тут много видно ошибок, я очень, как бы... Мне очень интересно, как нейросеть, как бы, вот эти вот все ошибки показывает. Вот. А потом я попробовал, как бы, типа, там создаешь модель и, как бы, вписываешь промпт. И я взял и вписал промпт. А сделай мне деревянную скульптуру. И это оказалось вот это вот вау, что вот это вот моя пластика, моя линия, она передается на этих бревнышках. Важно было, как бы, какую-то ассоциацию, вот, найти между моим рисунком и скульптурой. И, как бы, классно. И потом я взял и вернулся обратно в офлайн. И на основе, как бы, вот этих вот... Реально выпилил. Нет, нет, нет. Я потом, как бы, вернулся к силуэтам и, типа, леногравюру сделал. В целом, как бы, это тоже, как инструмент, там, для развития, да? Создаешь какие-то образы в сети и потом уже интегрируешь, там, на холст еще куда-то. Это история успеха или нет? Ну, это все пока процесс. То есть интереснее возиться, чем то, что получилось? Или что? Ну, объясните мне. Оно у вас отнимает работу? Судя по-чего, не очень помогает. Нет, вообще, это как, ну, не знаю, у меня, как бы, с иллюстрацией... Я пытался пару задач каких-то сделать, но... Не знаю, нет, мое рисование... Есть у тебя попытки? Попыток иллюстрации? Нет, наверное, здесь нет. Вот, короче, я начал, понял, что я могу вообще туда кидать что угодно. И что угодно смешиваясь с чем угодно, и превратился просто в сумасшедшего профессора, который, типа, вспоминал всю графику, которая есть, все материалы, все, что на свете, вот, целыми днями сидел, значит, в телефоне, да? Вот, например, тут я подумал, типа, отпечатки пальцев, они похожи, там, на линогравюру, всякие там штрихи, имитация объемов, залипы, и, как бы, типа, просто загрузил отпечатки пальцев, сказал, лицо человеку. Вот, эта история, как можно там превращать рисуночки свои, да, тоже нарисовал, потом сказал, стань трехмерным. Вот, безумная вещь. Это я загрузил работу художницы Евы Морозовой, а не же Шкеа. Да, Шкеа очень-очень хороший, смешной. Вот, и тоже, типа, сказал... Дискета? Да, да. Сноубординг. Вот, типа, сделай 3D, и вот такое. Почти я. А, да. Вот там про работу с материалом тоже загружаешь. А, это карандаш. Стоковые фотографии сломанных, неточенных карандашей. Вот, тоже всякие другие вещи я пытался, как бы, из этих карандашей сделать, но они какие-то так себе. Слушай, ну ты, конечно, с невероятной выдумкой подходишь. Да, да, что, как бы, карандаш, клюв, треугольник. Вот это вот пример тоже, как бы, наглядного сотворчества. С нейросетью я сделал грубые коллажи из всяких коллаж, резиновых сапог. В фотошопе, вот, загрузил их, и, собственно, можно писать всяких разных животных, и вот будут получаться каждый раз классные. Даже это есть публичная модель, можно там пройти по ссылочке и вводить свои промпты, смотреть, как бы. Калошная модель? Калошная модель есть, да. Хорошо. Вот. Вот это моя любимая надувная человек. Да, это я, я еще, как бы, предпочитаю не паразитировать на чужом творчестве, как следует, и пытаюсь находить какие-то картинки, которые, как бы, не являются... Очевидными. Ну, да, ну, как бы, не позиционируются, как творчество, и это вот я на основе всяких трешовых маскарадных костюмов, там, с Яндекс.Маркета. А мне казалось, что это надувной чувак перед заправкой. Вот он же, наверное. Ну, да, ну, там чё так не было, не знаю, еще выбрать, как бы, что людям показывать, что не исходить. Истанет, Саша, времени не останется. Да, 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 да. О, вот это да. Да, вот это вот про... Это торт? Да, это торт. Это вот как раз я стараюсь находить какие-то смыслы при помощи всяких детских часто иногда ассоциаций. Вот мне казалось когда-то, что идешь по этому грязному снегу, что вот он похож на какой-то шоколадный тортик. Позитивно смотришь на жизнь. Да, да, да. Да, потому что... Я изучаю всякие тоже гличи в компьютерных играх. Да, вот, и вот нашел подборку, значит, вышла игра Assassin's Creed, и там был страшный очень глич, когда исчезала человеческая кожа, и были эти глазные яблоки и челюсть. Вот, сделал таких милых птичек. Вышло очень мило, да, в итоге. Ну, так, есть что-то страшноватое в этом. Да. Да, все. Мне кажется, мое. Отдай, отдай управлялку. О, боже, о, боже. Так, ну, это в какой момент? Это первый эксперимент или что? Нет, нет, здесь на самом деле у меня будет, мне кажется, не в хронологическом порядке. Хорошо. А здесь в какой-то момент ко мне обратились ребята из Poison Drop, они должны были делать коллаборации перед Новым годом в ТЦ Москвы, делали такие шоурумы эксклюзивные в виде, внимание, надутых елочных игрушек. Вот, а ко мне они обратились, чтобы я сделала изображение, в том числе паттерн, в том числе какие-то вещи, которые будут уже внутри. Мудборд. Не совсем, ну, то есть это то, что уже они должны были использовать и для упаковки и так далее. Зачем тебе нейросеть нужна была? Я не хотела делать в 3D. А, ты не хотела просто мучиться? Ну, мне, во-первых, интересен этот медиум, нейросеть. Медиум — это инструмент. Так. Вот, мне так гораздо быстрее, и я люблю, вот, наверное, как Тим, я люблю экспериментальную составляющую, непредсказуемость. То есть даже если мне дают четкое ТЗ, хотя здесь было довольно свободное, мне очень нравится, что я могу предложить разное и неожиданное даже для себя. Но вот если у Тима был процесс из аналога, да, то есть из рисунков в нейросети, в Digital, да, у меня здесь наоборот. То есть я сначала создаю изображения в нейросетях разными способами, иногда я кормлю тоже свои какие-то рисунки, а потом уже это все перерабатываю в аналог. То есть вот это уже акварель на выходе, например. У меня слева выглядит очень клево, как будто бы это очень необычная марка такая, прям здорово. Спасибо. Очень хочется, да, такую заполучить, непонятно зачем. Так, а здесь видео. Ты еще и видео делаешь. Да, причем все очень просто, я делаю основу в Миджорни, потом я иду в Ранвей и просто оживляю эти видео. Ой, это кто? А это у нас смесь растительного и животного, то есть это улиточки смешанные с лесом, с растениями и так далее. Мне вообще, я давно развиваю такую тему, как такие инопланетные растения, вот, и это, в общем-то, тоже с этим связано. Потому что никто не может приблечь за то, что не похоже на то, что хотел нарисовать, да? Это же не улитка, это инопланетная улитка. Конечно, конечно, можно всегда оправдаться. Вот, но мне просто интересно, на самом деле, с этим работать. Это видео шло на выставку в какой-то момент, вот, еще экспериментировала, мне очень нравилось, со стеклянными цветками и вообще со стеклом, как оно может преобразовываться во что-то. Вот, и, например, вот, по-моему, здесь, нет, не здесь, но, в общем, через какое-то время мы увидим то, что получилось со стеклом. Вот, а это, например, масло. И оно тоже создано, как бы, с помощью работы со слизами. Масло, живопись маслом. Уже постфактум, после проработки в нейросетях. Ну, я там, окей, я еще докручиваю в фотошопе, часто что-то делаю, коллажирую. Или это нормально? Нормально. Нормально. На самом деле, основыватель современной живописи может быть все, что угодно, хоть газетный коллаж. А фотошоп какое занимает место в современной живописи? Я, мне нравится подготавливать работу и смотреть. Как куратор, спрашиваю. В современной живописи фотошоп. Как и любой другой подготовительный инструмент, занимает достойное место. Это интересно. Так, дальше. Вот, а вот эта история как раз со стеклом. Котинка слева — это эскиз для объекта, который я делала специально для проекта в Гусе Хрустальном. Там была цель привлечь внимание к Гусевскому хрустальному заводу, от которого остался, в общем-то, один цех. Ребята там делали выставку, писали меня, и я сделала такое полотно. Наверное, почти одеяло. Собственно, сделала паттерн, распечатала ткань, сшила объект, добавила еще хрусталя, и вот получилось. И вот, например, справа — это такая скульптура, как бы елка. Тоже на основе работы с нейросетями. Что такое черное там? Черный хрусталь? Черный фон. Каркас, черный фон, сияние. Бархат. Бархат, да. На черном просто всегда, на самом деле, яркие цвета хорошо читаются. Вот. Да. И такое можно делать, причем мне нравится, ну, как сказать, в общем, справа, да, картинка, она для меня отчасти и такой тоже... Это то, что ты загрузила, да? Или это то, что ты нарисовала? Вообще, я загружала туда рисунок свой, я загружала туда кадр из театральной постановки, вот. И все это было облагорожено до неузнаваемости. Ну, я бы не сказала, что облагорожено. Всегда у нейросеток бывают какие-то свои косяки, на самом деле, ну, в смысле, какие-то моменты, которые нам не нравятся. Я не хотел слово изуродованное просто произносить. Ну, а мне очень нравится. Не-не-не, это прямо бал чужого такой. Конечно. Ну, то есть то, что я сама, возможно, побоюсь создавать, может создать нейросет для меня. Вот. И тоже, как бы, немножко помощь нейросетях, когда я делала 3D различные вершки, корешки, тоже инопланетные растения, да, вот то, что слева, просто мне понравилась небольшая доработка. Да, по-моему, последний мой слайд, это тоже Меджорни, это был проект для такой онлайн биеннале, называется Врон биеннале. Врон, в смысле, неправильно. Врон. Вот. Мы делали проект, он был в рассылках, то есть люди подписывались на сайте проекта на рассылку, вот, и в письмах потом приходили… Для работы. Да, работы, но у меня это приходили прямо письма. То есть прямо письмо с шапкой, иногда шапка в виде видео нейросетивого, картинками, как бы определенный текст эссе. А кто подписывается на это? Кто потребитель такого рода специфической рассылочной живописи или что это? Ну, скорее, это эссе какие-то, тексты. Ну, по-разному, на самом деле, больше культурная среда, конечно, и околокультурная. То есть и кураторы, и критики, и сами художники, и журналисты, да, вот что-то такое. Более-менее специфическая история. Я просто, как будто бы ты рассказываешь мне о другой Москве, эти люди рядом со мной, как их найти, как опознать, что этот человек в письмах получает вот такого рода картина. Приходи в галерее. О, это сложно. В телеграм-каналы, например, какие-то. В телеграм-каналы я могу зайти. Вот, уже хорошо. Слушайте, давайте чуть-чуть оторвемся от ваших работ. Все-таки последняя статья на тему генеративного изобразительного искусства, которую я нашел в журнале Forbes, это, в общем, как бы сказали раньше, пасквиль. Не нужно, мешает, спамит и неизобретательно обижает нас людей, которые со своей душой, взглядом, подходом, навыками. И вот прямо ни слова благодарности. Я думаю, что это кто-то оскорбленный из художников, конечно, или накачанный ими журналист написал, но все-таки видите вы какую-то опасность, хоть какую-то для нынешнего состояния изобразительного искусства? Нет, я не вижу. Мне кажется, тоже, как бы, каждый художник ставит, как бы, в целом себе какие-то цели, да, для меня, как бы, как бы, правильное развитие, да, это когда люди находят новые формы, да, и, как бы, что-то новое появилось, интересно на это посмотреть, да, как бы, нейросети, как бы, очень с этим помогают, да, они создали уже, как бы, много направлений каких-то, да, типа, и история, там, про эти 10 пальцев у людей, и вот это вот все, да, оно, как бы, уже часть культуры. Ну, 10 пальцев там обычно получили, хотя иногда и поменьше. Вот, поэтому, да, поэтому, как бы, это в целом в этом направлении развития. А вот не пугает тебя, посмотри, ты заходишь в соцсети, каждый третий, наверное, пост с картинкой, это сгенерированное, и поначалу это было весело, ну, Уэс Андерсон, там, Звездный воин или еще что-то, а теперь у тебя настолько замылен взгляд, ты думаешь, ну, шляпа. Ой, ой, знакомые лица к чему-то прицеплены, и ты листаешь просто, даже не заглядывая. Не, ну, юридически, конечно, стрёмно очень, что есть вот эти вот всякие, когда можно обманывать людей, это... А что это, ты о чем? Ну, мне кажется, в целом всегда есть какие-то изменения в соцсетях, там, и в поведении пользователей, и в том, что ты видишь в контенте. Ну, может быть, сейчас ты переедаешь, но ты учишься фильтровать, почему нет? То есть я также смотрю, например, на молодое искусство, всегда ребята делают много всего, пробуют себя в разных инструментах и так далее, а потом просто выкристаллизовывается что-то, что-то хорошее. Поэтому я очень позитивно все равно смотрю на процесс того, как развиваются нейросети. Во-первых, это инструментарий, во-вторых, это разнообразие, просто все придет. Хорошо, но я не про это. Вообще, современное искусство, которое ты назвала молодым, это вообще отдельная тема. Большая часть, если сфотографировать то, что является съемочной площадкой, это можно вполне продать как работу современного искусства, особенно флекс. Мне нравится поверхность, которая наша подсвечивает тут прямо идеально. Ну, то есть я к чему, что есть ощущение, что вот этот вот поток таких картинок, он как будто бы приводит к притуплению чувств. У пользователей, может быть, его нужно, может быть, все придется поменять, чтобы его как-то на крючок цеплять, да, привлекать внимание. Или я прямо вот выдумываю на ходу? Ну, мне так не кажется. Но если даже и так, то почему бы и нет? Это челлендж. Челлендж. Любим челлендж. А еще один вопрос. Очень ругают генеративное искусство за не очень понятное отношение с авторскими правами. Оно действительно, ну, нет консенсуса. Но я даже не в том плане, откуда она взяла эти рисунки, посмотрела. Потому что, по идее, человек тоже смотрит всю жизнь, потребляет чужое творчество и создает свой стиль. А я о ситуации с Тимом, который был лишен авторства в значительной степени в одной из своих работ. Так, я правильно помню? В смысле? Ну, когда ты делал выставку, в Берлине что-то выставлял. А, не-не-не, там все нормально было. Там как раз я выставлял эти поезда с Бреггелем. Нужно выставить что-то и сказать. Это нарисовала нейросеть. Да. Точка. Человек не участвовал, она сама придумала и нарисовала. Нет вот, нет ощущения, что художника можно опустить в этом отношении. Рисует же не он. Мне кажется, например, что нет. Потому что в целом, в целом, нейросеть без тебя сама, без ТЗ, грубо говоря, не сделает. По крайней мере, мне кажется, в работе иллюстратора художника. Вклад какой-то, ну что там ТЗ. Раньше человек, там, весь краской измазанный, там, истории отравленных средневековых этими красками великих художников. Свинцовыми, да. Да, тут, ну что у него там, пальцы немножко поднапряг, и вбил промпт, загрузил картинку. Не, ну на моем опыте, да, если я там буду рассказывать о том, какой я иллюстратор, как бы, вот мой любимый мем есть, здрасте, потолок покрасьте, да. Я пришел от ТЗ, я нарисовал, все, да, а с нейросетью у меня путешествие какое-то, я, значит, хотел это сделать, оно не сделалось, потом случайно вот это вот куда-то пошло туда, потом туда, и как бы это гораздо интереснее, чем я там посмотрел на референс, там, придумал какую-то метафору, да. То есть интереснее. Да, безусловно. Это делает твою работу. Ну, как бы, ну, вот как бы в моих моделях, в моих генерациях, как бы, больше истории, вот это вот, которая, как бы, да, она более сложная, чем выполнение заказа по иллюстрации. Я могу сказать, что не так-то просто вообще сделать то, что ты хочешь в нейросетях все еще. Ну, то есть это прям часами нужно иногда посидеть, поэкспериментировать. У тебя почему-то не идет вот эта штука, тебе нужна именно эту. А вот переделываешь и смотришь, а она опять не идет. Ты думаешь, так, ну, то есть это тоже часы работы, вполне себе те, которые использует художник, когда он там пишет и весь в краске. Часто нарисовать проще многие вещи. То есть это вообще не то, чтобы большой помощник был, да, в этом отношении. Я просто хочу показать. Я же не просто так эту майку надел. Это с нейросетью созданной, понимаете ли, видите, у меня картина. Я не знаю, о чем она. Но мне кажется, что если бы вы рисовали, вы бы нарисовали быстрее и, может быть, лучше. Не быстрее, это что? Там куча деталей, это что? А, там детали есть? Да, да, да. Я просто... Просто это реально на сегодняшний момент модно, но как вы думаете, к чему это приведет? Ну, поначалу просто было понятно. Какие-то кусочки нейросетевые начали вставлять в фотошоп и во все такое. Что-то растянуть, закрасить, там еще что-то продолжить. А дальше что? Тим, что ты знаешь? А, не знаю. Ну, как не знаешь, что ты хочешь? Что хотелось бы? Мне хватает того, что есть уже. Мне страшно даже дождаться. И, может быть, даже наоборот надо поменьше. Ну, вообще, у меня сейчас будет такое странное отступление. У меня в детстве была мечта, чтобы те вещи, которые придумываются у меня в голове, они моментально воплощались. Либо там писался роман, либо что-то воплощалось в виде кино и так далее. В идеале... Люмио или там что, как они говорили? Что-то типа того, да. В идеале, чтобы... А вот таки, да. ...это случилось. Потому что это очень удобно. Воплотить архитектуру с помощью нейросети, да? Воплотить какую-то большую штуку. А стоимость таких работ, вот смотри, если только промт и движение палочкой. Ну, тебе, как человеку, который работал в музее и делал выставки, традиционные отношения искусству, ну, есть ресурсные виды. Скульптура, бронза. Тонна бронзы, как минимум, даже если она плохо слеплена. Около ГЭС вот эта штука стоит, как вот... Большая глина. Большая глина, назовем ее вежливо так. Там, наверное, тонн 20. Понятно, что это денег стоит. А тут человек написал промт, потом что-то поправил. И как ты думаешь, ценообразование такого искусства... Типа, ты стал художником. Тебе же надо на хлеб зарабатывать. Смотри, дело в том, что ценообразование искусства — это такая большая отдельная история. И очень сильно зависит от истории самого художника. А, то есть не важно, что он рисует, в принципе. Нет, важно, конечно. Материал это тоже важно. Но я бы не рассматривала, как это два полярных полюса. Тут очень важно, где художник выставлялся. Тут очень важно, кто его продает. То есть есть галереи, которые специфицируются на цифровом искусстве. Есть на аналоговом. То есть в музеи вообще другая история попадает на самом деле. То есть мы скорее говорим про галерейное, про аукционное, про ярмарочное, скорее, сейчас, если мы продаем. Есть, конечно, коллекции музеев, туда попадает разное. В том числе и цифровое. Но в музеях я бы сказала, что ценность, наверное, измеряется именем, своевременностью, какими-то параллелями тому, что сейчас происходит в обществе. И в этом плане нерестевое искусство вполне релевантно. По цене по-разному. Я специально готовилась, посмотрела, ну, по крайней мере, в небольшой генерейте в галереи, да, в Москве. А в целом нерестевые работы могут стоить примерно так же, как, например, скульптура, да, небольшая. Так что все по-разному. Имеет тоже ценность. Хорошо, я не против, я спрашиваю, я же не знаю. И как это оценивать, я тоже не очень понимаю. А все-таки, как вы относитесь вот к тому, что нерестевое искусство на сегодняшний момент является таким площадным, да, там, в первую очередь, ну, то есть, большая его часть в соцсетях, наверное, правильно? Если очень мало акварелей в соцсетях, очень мало масляной живописи, а в какую ни открой, там вот такой заход с площадей в галереи, он работал когда-нибудь вообще? Ну, схлынет, мне кажется. Сейчас просто всем интересно. Каждый может попробовать, он пробует, хочется поделиться. Вот, потом всем станет неинтересно. Мне кажется, даже вот сейчас как бы уже вот именно про Меджорни уже не говорят. Там выходят новые версии, как бы все такие, ну, мы знаем, мы это все видели. Вот, оно как-то заботится, и я такой думаю, ага, а я продолжаю... А я еще живу. ...пигачить именно в этом направлении. Вот, так что не знаю. Ну, хорошо, с чего начинать нейрохудожнику? Может, я на старости попробую рисовать в Меджорне или в Шедевруме, или еще что-то. С чего начинать? Имеет смысл художественный промптинг какой-то изучать? Вот это вот, команды, как правильно? Вполне, вполне. Это гораздо эффективнее делать твою работу. Просто говорят, что это скоро помрет, потому что соцсети научатся понимать прям с первого слова. Ну, вот, когда научатся, тогда будет бессмысленно, а сейчас пока можно, мне кажется. Как вы думаете, или, может быть, вы знаете, кто-нибудь из великих дизайнеров или художников начнет с этим или уже экспериментирует? Ну, и Ван Гога обсуждать глупо, он помер. А вот, ну, из существующих нынче. Есть же, наверное, какие-то очень известные. Бэнкси, почему до сих пор не нарисовал ничего на здании с помощью нейросетей? Ну, вот, с моей точки зрения, есть великая художница Зоя Черкасски. Израиль, непонятно, из какой она страны, она везде пожила довольно долго. Вот, я ее как раз пригласил в наш чатик с работой, с нашим инструментом. Она, по-моему, точно не скажу, но, по-моему, она по мотивам генерации стала какие-то эскизы делать, то есть использует. И мне кажется, в общем, на самом деле, каждый художник... То есть гении не стесняются? Мне кажется, нет. Ну, еще очень нравится, на самом деле, введу тебя немножко в сторону, но тем не менее. Я в какой-то момент занималась, ну, тоже, чтобы освоить нейросети, неплохо бы каких-то комьюнити состоять, где ребята обмениваются между собой какими-то найденными фишками. Вот, я обнаружила, что есть, например, отличная сфера, когда, ну, и сейчас это развивается, когда нейросеть генерирует тебе прям вот фильм. Пишет сюжет, делает изображение, соединяет их, у тебя получается кино. Это как в ВК была группа сценарий неинтересных фильмов, я так понимаю. Ну, тут неплохо, вроде бы. Хорошо, я не против. Но несовершенно, конечно. И в этом, наверное, и фан. Ну, да, я думаю, да, на самом деле. Нелогично, коротко, странно. Да-да-да, где-то соскальзывает сюжет, где-то изображение ушло, но это и прикольно. То есть такой своеобразный нейросетевой арт-хаус, мне кажется. Да-да-да. И сколько такого арт-хауса ты посмотрел за год? Не так много, на самом деле. Потому что это большой труд, я так понимаю. Не знаю. Видишь, я просто периодически залетаю, смотрю новости, убегаю в свои какие-то дела. Вот, поэтому да. Но я слежу, на самом деле, я больше слежу за новостями Метаверса, вот, нежели нейросетей. Которых больше нет. Ты уже не новая, ты историю Метаверса. Это уже не хайп, конечно, я знаю. Мы пытались сделать Метаверс, как это, знаешь. Единый. Строили, строили и, наконец, построили. Ничего не получилось. Последний мой тейк. Я вот единственное, что думаю, что бедные учителя рисования в школах. Вот теперь и раньше-то им перерисованные фоточки и еще что-то носили, очевидно. Или мама с папой дорисовали. А теперь еще и будут, значит, творчество Менджорны, шедевром и стейбл дефюжн притаскивать. Ты уже не сымитируешь карандаш. Нет такого принтера, который карандашом тебя напечатает. И там краски. Ну, как это нет? Ну, это дорого, если домашку как бы каждый день делать. То есть на принтере не принимаем, да? Что бы ни придумало, перерисуй от руки, там увидим. В этом отношении. Ну, в этом есть будущее, да. Таким образом можно удостовериться в том, что работал человек, как минимум. Ну, мне больше спросить-то и нечего. Хотя вы меня немного напугали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому